всем привет привет и так сразу делу мы решили переехать из санура в лавину в тот дом в котором мы снимали последний выпуск переехали мы пока что на время посмотрим как здесь будет и что мы увидим в этом выпуске этот выпуск мы посвящаем еде на бали и мы посетим три разных заведения а также два местных рынка ну а вам дорогие друзья желаем приятного просмотра мы начинаем ну а сейчас мы приехали в местные варунг начнем мы с него здесь очень много народу и наш друг китут про которого вы еще услышите дальше он сказал что это очень популярное место но и вообще здесь реально очень много народу здесь вот прям местная еда традиционно-национальная чё кайт спроси что гудки тут в общем ланч входит все что лежит на витрине вот но я попросила убрать из моего ланча два блюда так скажем с кровью свиньи я просто это не очень люблю вот соответственно мы сейчас берем еду с собой и едем домой пробовать потому что здесь очень много народу как бы в ковид не очень хочется сидеть рядом с людьми владельцы этого варунга утром за рубают одну свинью и примерно до 12 до часу дня ее распродают в виде разных блюд и все потом варунг закрывается мы добрались до дома сейчас мы будем пробовать еду приготовленную в варунге поможет нам с названиями наш друг китут мы сейчас все это быстренько разложим по тарелочкам ну и затестируем меня немножко смущает цвет но это это приправы какие-то вот из inside inside jacfruit 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 pork знаете, что такое jacfruit? я забываю jacfruit and chili green color because of the of this the leaf vegetable это пора был листик и что такое? it's too spicy перевожу кати говорит что это очень остро аааа нет this is for me ok я попробовала мясо отдельно и оно намного приятнее оно не такое острое умеренно острое почему потому что его добавляют уже после того как приготовили бульон а бульон кипец какой острый вот да мясо вкусное угу вкусно ну очень похоже ну просто да свинину вот как в супе делают ты бы ела такой суп каждый день? ну мясо да а бульон конечно жесткий у него же кстати бульончик уже так нормально привыкла да но много не съешь мне кажется желудку просто капец давайте чтобы времени терять мы сразу перейдем ко второму блюду антоиден ну все это конечно же за кадром так значит что это то? сатей грейл метки на стекне я так понимаю шашлык? да вкусно? автор супно как на вкус мяса? похоже на шашлык ну как вот мы делаем в России приправы? а я ничего не чувствую у меня суп отбил по моему все рецепторы And this one is skin. Похоже на яичницу. Какой-то вкус яичницы. Похоже на белок, который чутка пережарился. Это просто свиное мясо. Попробуем. Вкусно. А вот такое солененькое мясо. То, что мы готовим в принципе в печке, в духовке иногда. Прикольно. Мясо чуть-чуть где-то очень твердое. Видимо, пережарили. The next one. Получается, что во время того, как свинью крутят на вертеле, они срезают куски мяса. И вот это, собственно, вот эти куски мяса. Тоже очень приятно. Ну, реально вот свинина. Если в духовке с чесноком запекать, мне нравится. Неожиданно нравится. Салат. Тоже немножко мяса тут есть. Блин. Остро? Угу. Ну и напоследок попробуешь рис. Обычно болит. И кладут немножко риса, мяса. И все вместе оно не так остро, как я вот сейчас пробую отдельно. Мне понравилось. Каждый день я бы не ела, потому что очень жирно. Но попробовать почему бы нет. Ну вот, надо все вместе, значит, рис, мясо, вот этот овощной салат. Да, очень хорошо. Я взял себе немножко другое второе блюдо. Там содержится запеченная кровь свиньи. Окей, ладно. Сначала немножко возьмем кровь запеченной. Остальное мы, по сути, пробовали. Но я потом попробую еще рис смешать с кровью и так вот съесть. Я бы не сказал, что это кровь на вкус, но похоже просто на фарш. Сырой? Ну, полусырой фарш, но достаточно вкусный. Мясо идеально прожаренное, достаточно вкусное и насыщено разными приправами. Возможно, я бы ел такое там раз в неделю, может быть, два раза в неделю. Но я скажу так, что национальная балийская еда очень вкусная. Интересный вкус. Достаточно острая. В то же время разнообразная. Ну а пока переходим ко второй части. Мы еще отправимся покупать еду в фастфуде. В процессе заказа мы решили попробовать самое острое крылышко, которое есть в этом фастфуде. Yeah! Чё, Хаслан? Тебе хана. Так, ну что, мы вернулись с местного GFC. Аналог нашего KFC. Не нашего, американского, да? Да, американского. Здесь тоже продают курицу. Вот, начнем мы с того, что покажем вам, что мы купили. В GFC тоже есть, как и в стандартном Макдональдсе, в Бургер Кинге, у них есть, в общем, комбо-обеды. Мы взяли два комбо-обеда. Они запакованы вот в такую коробочку. Один комбо-обед – это рис. Как ни странно, они продают рис в фастфуде. Ну, значит, сюда входит, получается, порция риса. Далее у них какие-то едут соусы острые, томатные. И два куриных бедра. Второй комбо-обед – здесь бургер, картошка и тоже соусы. Картошки достаточно мало, но опять вот лежит три соуса. В принципе, достаточно. И соусы входят в стоимость. Потом отдельно купили картошку. Опять три соуса, картошка. И, кстати, если ты берешь еду с собой, то есть на вынос, ты еще доплачиваешь за каждое блюдо сколько-то сверху. Потому что это все упаковывается в коробки для транспортировки. Если есть на месте, то, конечно, будет дешевле. Не намного, но дешевле. Далее мы взяли попробовать такую вот сосиску GFC. Это как хот-дог, только без хота или без дога. В общем, сосиска на палке, она идет в майонезе и в кетчупе. В общем, то, что любит средний русский человек. Еще мы взяли какую-то супер-острую крылышку. Мы считаем, что у нас слишком много приятного контента, и мы решили его разбавить таким вот острым крылом. Это самая острая крылышка, которая продается в данном заведении. Я прям чувствую, я чувствую запах острый. У данного крыла есть пять уровней остроты, и мы выбрали самый жесткий, это пятый. Еще интересная находка. Вот в эти комбо-обеды также входит чай. Это просто черный чай с сахаром и со льдом. Но они его еще сверху запаковывают пленкой, что очень удобно, потому что, например, когда доставку делают, Макдональдс или там KFC, у них часто разливается. А здесь ты можешь класть его как угодно, в пакеты спокойно доведешь. Если вы тоже решили перекусить, то самое время подготовиться. Мы начинаем. Начнем с моего комбо. Значит, тут что у нас? Картошка, бургер. Мы уже видели. Картошка совершенно обычная, но не такая соленая, как в маке. Сразу скажу, от бургера я не ожидаю ничего, потому что он стоит 10 рублей, но при этом даже на картинке уже, в принципе, было понятно, что от него нечего ожидать. Соус – это что-то непонятное. Не выглядит как мясная котлета. И не знаю, вообще похоже на ломтик какой-то не очень качественной колбасы, но они ее хотя бы поджарили. Огурец малюсенький, попка помидора и, видимо, не самый свежий салат. За ваше здоровье, господа. Ну, неплохо. Какой-то непонятный вкус. Вот такое ощущение, как будто они мясо разбавляют с тестом. Похоже просто на домашний бургер. То есть он не невкусный, он нормальный, но за 50 рублей, сравнивая, да, с Макдональдсом, могли бы положить какую-то котлету позначительнее, а то что-то ты прям совсем... Чай входит в комбо. По вкусу... Сейчас скажу. По вкусу столовский чай, но, в принципе, он охлаждает. На очереди сосиска. Что-то там осталось много всего. Пахнет какими-то жаренными помидорами. Но опять видно, что сосиска сделана из того же, что у нас было в бургере. По цвету видно. У них вообще мясо что-нибудь нормально? Это... Я не знаю, что это. Это даже не сой, это никакой незаменитель. То есть как будто вот просто мясо, разбавленное тесто. По вкусу нормальная, как котлета в бургере. Ничего сверхъестественного, но она не противная. Я тоже был бы рад поесть. Начнем мы с комбо с рисом и курицей. Что у нас здесь? Здесь у нас... Ну, вы уже сами видели, рис запакованный в бумагу. Они его используют как хлеб. Мы это тоже уже говорили. Курица, жареная в масле, в панировке. Обычная, самая простая курица. Слушайте, ну, на вкус не похоже на курицу, которую продают в фастфудах у нас. Похоже на курицу, которую ты приготовил дома. Единственное, только она не в духовке запеченная, а жареная в масле. Прикольный, насыщенный вкус. Самый, что ни на есть, куриный. И самый обычный, не соленый, не сладкий, не горький, не острый, не перченый. Ну, вообще никакой, да. Поэтому особо долго на нем заострять свое внимание не будем. Настало время для самого последнего и самого интересного. Курицу в остром соусе. Оператор, мне срочно нужна чашечка воды. Я знаю, что водой нельзя запивать острое, нужно запивать молоко. Молоко мы забыли купить. Ну что, визуально это та же самая курица, которую я ел до этого, но только политый острым соусом. Приступаем. Пока ничего. Я чувствую остроту, но я знаю, что она постепенно начинается. Все-таки, когда начинаешь вдыхать воздух, тебе становится реально остро. Так, ну что же, какой вердикт в GFC выйдет? Если вы где-то в пути или вам нужно срочно перекусить, вполне годный вариант. Я бы не называла это фастфудом, потому что, конечно, если сравнивать с KFC, с Burger King, с McDonald's, это ближе к какой-то домашней еде. Это, во-первых, все-таки дешево. Это дешевле, чем здесь есть в McDonald's. Мы заплатили 90 тысяч рупий 450 рублей. Если вы не гурман, вполне да. Я бы сказала, нет сосиски. Мне понравилась курица и картошка, в принципе, тоже на уровне. Бургер тоже сойдет. С фастфудом мы на сегодня заканчиваем. Дальше мы посетим один из местных ресторанов либо кафе. Постараемся найти что-то наподобие нашей шоколадницы и расскажем про свои впечатления. Поехали! Мы в итоге нашли заведение похожее на шоколадницу. Надо, короче, напиток и два блюда, наверное. Уже не день фитнесу? Нет. Мы сейчас находимся в ресторане под названием кафе Грека Лавина. Сделали свой заказ. Цены здесь, кстати, примерно как в Москве. Этого стоило ожидать, потому что здесь прилично, здесь кондей, хорошее обслуживание. Здесь все есть, потому что когда ты приходишь, например, в фастфуд дешевый, половины твоего заказа просто может не быть. То есть ты захочешь наггетсы, а их сегодня нет. Здесь все блюда, которые мы заказали, есть в наличии. Сейчас вам покажем, что мы заказали и расскажем, сколько это будет стоить. Я думала, что нам принесли алкоголь в подарок или это надо в кофе добавить, но это, оказывается, сахар. Я первый раз такое вижу. Что странно, трубочки металлические, хотя сейчас как бы пандемия и логичнее было бы, наверное, одноразовые давать. Кофе Макеата 35 тысяч рупий. Попробуем сначала кофе без сахара. Кофе стандартный, такой же, в принципе, как и у нас. Ничем особо не отличается, но мы здесь сравниваем не только вкус, но и стоимость. Попробуем добавить жидкий сахар в наш кофе. Я сделал пару лотков и до меня вдруг дошло. Мы заказали холодный чай и холодный кофе, соответственно, обычный сахар там не растает, поэтому здесь используется жидкий сахар. Сахаром, конечно, вкуснее, так как я любитель сахара. Просто черный чай, в который положили лед. У меня все. А стоит он меньше 100 рублей, но как бы за такой объем просто чай дороговато реально. Ну, даже для Москвы, мне кажется, дорого. Конечно, мы понимаем, что здесь сумма намного выше, потому что здесь своя атмосфера, все-таки есть сервис достаточно хороший, я бы сказал, даже европейское качество. Но в любом случае напитки нас пока не воодушевили, по ним очень сложно понять, насколько здесь вкусно готовят, поэтому мы дождемся наших блюд основных. Соответственно, их попробуем, мы уже расскажем про них наше мнение. С момента начала заказа прошло 15 минут, нам уже принесли наши салатики. Я заказал греческий салат. Я заказала себе салат с копченым лососем. Сколько стоит греческий салат? Такая достаточно большая порция, 55 тысяч рупий, чуть больше, чем 300 рублей, а у Хати салат обошелся около 400 рублей. Порции достаточно большие, я вообще думаю, что мы этими салатами наедимся настолько, что нам больше ничего не захочется. Пробуем греческий салат. Салат на самом деле очень вкусный, я боялся, что овощи будут не свежие, но видно, что салат сделан из свежих овощей, и вкус у него как и должен быть, но мне все-таки смущает то, что лук нарезан слишком большими кусками, и он очень сильно чувствует в салате. Здесь все большими кубиками сделано, я не знаю, для чего. Что я могу сказать, рыба очень вкусная, то есть это не дешевая рыба, реально, очень вкусная, свежая. Мне нравится, но очень много салата, но претензий по вкусу у меня в принципе нет. Я наелась уже просто от вида бургера, ну блин, это очень, сколько бургеров, 85 тысяч 400 рублей, ну хотя для бургера, но здесь картошка, соус получается, вот, и судя по всему сам бургер очень сочный, потому что с него все течет. Я уже, если честно, наелся салатом настолько, что я бы в принципе уже мог и не есть пасту, я заказал пасту с лососем, сейчас мы расскажем про вкусовые ощущения. Картошка, ну деревенская, обычная картошка. Бургер, конечно, такой нужно есть в перчатках, потому что он течет, он уже вот вытек на доску. Это, конечно, не сравните с бургером, который мы ели в JFC, очень сочно, хорошая котлета, достаточно большая, помидоры, яичница, сыр, то есть немало ингредиентов. Пока там Катя уничтожает бургер, я попробую все-таки пасту, на него уже успешно надул кондиционер, и она, скорее всего, сверху не такая уже горячая, но если ее хорошенько перемешать, то, в принципе, сыр может растаять. Паста, в принципе, как положено аль денте, рыбка очень хорошо чувствуется, достаточно свежий такой морской вкус. Пармезан, кстати, у меня пропал, наверное, рыба все-таки глушит вкус пармезана. В принципе, я доволен сегодняшним обедом. Закончим нашу трапезу, я ей обязательно скажу свое завершающее слово. Боже мой, мы так объелись, хотя Катя, видимо, еще нет. Я просто пытаюсь дать ей в бургер. Я пытаюсь не потерять сознание, потому что мой желудок переполнен до краев. Просто за два месяца отвыкли от нормального мяса, и здесь это все вызывает восторг, а в Москве нет нормальной рыбы, и поэтому и рыба, и мясо нам сегодня понравились. Прикол жизни на море, да, неважно в какой стране, даже в России, в регионах, которые расположены рядом с морем, есть возможность ощутить вкусную, свежую морскую рыбу, но если находишься в центре материка, конечно, пока рыба туда доедет, уже она потеряет всю свою свежесть и первозданность, так сказать. Поэтому, пока мы находимся рядом с морем, в то же время рядом с океаном, мы наслаждаемся каждым моментом. Ну, а сейчас, когда мы уже все слопали и сами чуть не лопнули, мы переходим к самому интересному, мы попросим счет. Наш обед сегодня нам обошелся 362 тысячи рупий. В меню было написано, что в данную стоимость входят чаевые и налог. Сумма в рублях появится здесь. Если брать в пример такие рестораны, как Шоколадница, либо Кофе Хаус, либо Эль Патио, там бы примерно вышла такая же стоимость, может быть, даже чуть дороже. Но не нужно забывать, что мы находимся сейчас на маленьком острове, очень далеко от Европы, и здесь достаточно хороший уровень сервиса, вкусная еда. Поэтому мы довольны, что мы сюда сходили, довольны, что показали вам это все. Ну а мы продолжаем. Наш местный друг пригласил нас на рыбный рынок. А друга нашего зовут Китут. В общем, тут почти всех зовут Китут. Это как в Америке имя Джон, или как в России имя Иван. Вот здесь очень распространенное имя Китут. Да, вот это продвинутые технологии на местном рынке, на Бали, на малюсеньком острове есть лифт. Судя по запаху, мы подходим к продуктовому рынку. Достаточно чистое помещение. Может быть, его просто еще не успели испачкать, а может быть, здесь еще хорошо убираются. Но полы чистые. Рынок начинает свою работу в 3 часа ночи и заканчивает где-то в 7-8 утра. Вот, поэтому мы приехали поздно. Сейчас около 11 часов дня, вот, по-хорошему сюда нужно приходить ну, примерно часа в 4-5 утра. Поэтому мы сейчас быстро перематываем время и оказываемся на этом же месте. Но перед тем, как сюда вернуться, наш друг Кетут порекомендовал посетить еще один рынок в этом же городе. Это более колоритный рынок, который местные любят посещать больше, чем свежеотстроенный. Мы находимся на местном большом рынке. Начинается он от улицы, заканчивается зданием, в котором мы сейчас находимся. Здание довольно старое. Рынок достаточно большой. В Москве такие рынки тоже были, но их по закрывали. Остались только цивилизованные. Сейчас мы немного полазим по рядам, посмотрим, что здесь продают, поснимаем вам местный колорит. Килограмм авокадо на этом рынке стоит 25 тысяч рупий. Перепелиное яйцо стоит 30 тысяч за килограмм. Это получается 150 рублей. Мы возьмем полкилограмма. Я просто даже не знаю, как выглядит полкилограмма перепелиных яиц. Дальше мы бы хотели попробовать местный арбуз, потому что говорят, что они здесь растут и стоят достаточно дешево. 40 рублей 1 килограмм арбуза. А вот так выглядит рабочее место человека на рынке. Что мы имеем? Получается полкилограмма перепелиных яиц, 1 арбуз 4 килограмма и 2 авокадо. И общая сумма появится здесь. Спросилки тут самые распространенные имена на Бали. Вы знаете самые популярные имена на Бали? Гдэ в хинду в Мали. Второй имен Мадэ. И третий имен Кома. И четвертый имен Катур. Ну, это как у нас. Это получается Иван, Владимир, Александр и какой-нибудь Сергей, наверное, еще. Передаем привет всем Иванам, Александрам, Сергеям и Владимирам. Ну, исходя из трех продуктов, которые мы здесь купили, можно понять, сколько примерно стоят остальные. Спустя день мы вернулись на первый рынок. Основная масса продавцов находилась на улице. Мы решили не заходить в помещение, а купить все, что нужно снаружи. Плюс ко всему, внутри слишком плохое освещение для съемки на экшн-камеру. Не знаю, что это, но это салак. Видимо, вкусно. Да, неплохо. Похоже на крыжовник. В общем, это более цивилизованный рынок, но местные все равно привыкли покупать на традиционном рынке, на котором мы были до этого. Хотя, цены одинаковые. Но местные, блин, я не знаю, наверное, им некомфортно, может быть, в чистоте. Эта рыбка была без цветокоррекции. Ой-ой-ой, смотри, это угри. Catfish? Сегодня на все равно не смог порадовать королевскими креветками. Поэтому нам придется взять креветки, которые мы обычно берем в магазине. Но все-таки здесь они должны быть подешевле. Сейчас взвесим и скажем, сколько они будут стоить. один килограмм креветок у нас 80 тысяч рупий. В рублях это 5,8. 400 рублей. Теперь мы знаем, где в городе Сингараджо находятся два крупных рынка, где можно купить различные продукты, овощи. И, в принципе, здесь есть и одежда, и все, что нужно для дома, здесь есть. Аки тут винит манго. Пока мы здесь, надо пользоваться случаем. Сейчас возьмем манго. 1 килограмм авокадо будет стоить 15 тысяч рупий. 1 килограмм манго будет стоить 15 тысяч рупий. 75 рублей килограмм. Мы выходили из рынка и Руслан увидел кокосы. Какой-то вид, который мы еще не пробовали. Так что мы еще берем два кокоса. Насколько я понял, это такие же кокосы, как и остальные, просто они еще очень молодые. Если паканаси маленькие, то вода не очень сладкая. Как тебе кокосик? Прикольно. Первый раз пьешь такой кокос? Да. Суета. Катя вон там пьет кокос, вся обливается. Я тоже здесь решил выпить сразу маленький кокосик. Они не самые сладкие, потому что слишком молодые еще. Но нам продали, в принципе, еще два кокоса. Они у меня в пакете сейчас на руке висят. Они должны быть уже послаще. Когда будем дома, тогда уже их откроем и попьем. доехали до дома. Вот. Вторые кокосы у нас побольше, чем первые были. Они должны быть послаще. Сейчас мы их попробуем очистить и заценим на вкус. оказывается, это тяжело, особенно, когда у тебя нож для этого не предназначен. Получается, мы с одной стороны сравняли кокос, чтобы он мог стоять, ну а сверху, чтобы можно было сделать отверстие, непосредственно, из которого будем пить. Все, отверстие готово. Теперь можно поливать, потому что трубочек у нас нет. Что, то же самое, что обычный кокос, да? Ну да. Но он не очень сладкий, нормально. Вкусно. За вас, дорогие подписчики. За ваше здоровье. Да. Спасибо всем большое за просмотр. Надеюсь, вам было интересно с нами провести эти несколько дней, которые уложились в несколько минут. Следующее видео будет отличаться от многих предыдущих у нас на канале. Мы решили провести целый день в семье болийцев и посмотреть, что они делают, как они живут, какие у них есть привычки и какой у них вообще распорядок дня. Мы договорились с нашим другом Китутом, которого вы сегодня видели в нашем выпуске. придем к нему домой, познакомимся с его семьей. Вот. А вам еще раз спасибо за просмотр. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok